У нас в повестке четыре вопроса. Сейчас мы... Первый вопрос, один из самых актуальных, о ходе работ по зимнему содержанию автотрасс, дорог, тротуаров, внутридуарных территорий, проездов к ним на территории области и задачах по обеспечению бесперебойно-безопасного дорожного движения и снижение травматизма среди пешеходов. В целом, за последние две недели сложилась следующая ситуация. На сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обеспечено регулярное выполнение регламентных работ по зимнему содержанию. Локальные затруднения в движении транспорта в связи с переметами ликвидировались в течение нескольких часов. Вместе с тем, по результатам контрольных мероприятий и анализа транспортного обслуживания населения отмечаются допущенные губдорожные службы недочеты. Это неудовлетворительное выполнение работ по расчистке тротуаров и остановочных павильонов, там, где они есть, на региональной дороге. Это неблагоприятно сказывается на безопасности дорожного движения. Люди вынуждены идти по дороге. В числе проблемных вопросов остается содержание построенных сельских автомобильных дорог. В настоящее время осуществляется их передача в муниципальную собственность. Вопросы возникали в Свердловском и Колпнянском районах в отношении четырех автомобильных дорог, где с главами муниципалитетов была достигнута договоренность о безвозмездном привлечении сил местных организаций. Дороги сейчас расчищены. В городе Орле ситуация за прошедшие две недели улучшалась. Реализуются графики уборки проезда к дворовым территориям. Работы эти начаты с 9 января. Улиц частного сектора начаты работы с 22 января. И тротуаров. Реализация запланирована на период с 28 января по 3 февраля, согласно представленным в Департамент администрации города графиком. При увеличении объема выполняемых работ проблемными вопросами все же остаются. Недостаточное внимание уделяется качеству, остатке снежной массы в приладковой части и нерасчищенной съезды. К контролю со стороны муниципалитета. Заявка на финансирование выполненных работ за период с 1 по 9 января на сумму 4,5 миллиона поступила только 23 января. И, соответственно, потребовалось больших усилий, чтобы мы в пятницу смогли перечислить средства, и они дошли до спецавтобазы. Также открытым остается вопрос уборки проездов и дублеров, не включенных в титульные списки уборки. В титульные списки было включено только на прошлой неделе 93 проезда. Проведена работа в отношении включения дополнительных объектов по всем четырем районам города. Однако список сегодня дорабатывать нужно. Третье. Упущенное время по уборке проездов и трутаров привело к невозможности полной очистки дорожного полотна от снежно-ледяных масс. Большое скопление снежных масс на территориях, прилегающих к проезжей части, приводит к ограниченности видимости и угрозе безопасности дорожных движений как для пешеходов, так и для водителей. То есть водитель зачастую, когда выезжает на перекресток, он не видит технику, которая идет по дороге из-за снежных валов. При контрольных мероприятиях по проверке выполнения графиков работ выявлено их несоблюдение в обозначенные сроки по некоторым позициям. Также имеются стандартные проблемные направления. Это регулярное затруднение движения по переулку Маслозаводской. Это основной поток движений машин по федеральному направлению. На сегодня необходимо усилить контроль за исполнением графика уборки для ликвидации последствий снегопадов. Будет привлекаться дополнительная техника, а также ускорить необходимую работу мы считаем выход на работу закупленных шести КДМ, которые на сегодня уже пришли в город Орел. Мы сегодня направили в Департамент финансов заявку на финансирование, Древгенович. И также необходимо приступать к вывозу снежных масс прилегающих территорий. В части дворовых территорий докладываю, что в первые дни Нового года в связи с обильными снегопадами остро стал вопрос качества оказываемых услуг управляющими компаниями в части уборки дворовых территорий от снега. Массовое обращение граждан поставили вопрос об изменении подхода управляющих компаний к своим прямым обязанностям. Силами Государственной жилищной инспекции организованы контрольные мероприятия в отношении управляющих организаций. На сегодня инспекторами ГЖИ обследовано 1664 многоквартирных дома на территории городов Орел, Ценск, Ливна, а также Орловского и Ценского районов, управлениями которыми осуществляет 77 управляющих компаний. Выявлено нарушение в 52 управляющих компаниях по 572 многоквартирным домам. Основная масса управляющих компаний устраняет нарушения в течение трех дней. Несмотря на работу ГЖИ, понимая невозможность полного охвата всех дворовых территорий, на уровне департамента было принято решение о проведении встреч с руководителями управляющих компаний. В ходе встреч управляющим организациям предлагалось, не дожидаясь проверженных мероприятий, принять меры по планомерной уборке дворовых территорий в соответствии с разработанными и доведенными до жителей планами и графиками, в том числе теми объявлениями, которые должны быть расклеены на подъездах, а на многоквартирных домах. Данный опыт был ретранслирован также муниципальным образованием. Контрольные мероприятия в рамках губернатского контроля подтвердили эффективность данного метода. Основная масса обращений касалась города Орла. В настоящее время администрации города Орла проведена работа с управляющими компаниями, составлены графики уборки дворовых территорий, также составлены графики проведения контрольных мероприятий сотрудниками административно-технической комиссии города. Стоит задача активизировать выполнение работ и сделать данные графики реальными. В настоящее время из 4385 дворовых территорий по информации муниципальных образований, за исключением города, в работе остается немногим более 100 дворов. Это Верховский, Новосельский, Сосховский районы, которые в ближайшие дни будут убраны. И, соответственно, с учетом прошедшего снегопада мы данные графики скорректируем. В части территорий в городе Орле управляющими компаниями работа продолжается в соответствии с графиками. Установлен предельный срок завершения работ до 1 февраля. Основная часть работ по очистке дворовых территорий, по нашей информации, будет начата уже сегодня. Администрации города Орла усилен контроль за качеством и сроками очистки от снега дворовых территорий, удалению наледей и сосулек с крови в квартирах жилых домов. Разработана памятка для жителей по обращению в надзорные органы при обнаружении наледей и сосулек на кровлях. Памятки были размещены на информационных досках в квартирах жилых домов. Администрация города Орла до всех управляющих организаций доведена информация о необходимости своевременно осуществлять очистку дворовых территорий от снега и наледи, а также крыш от сосулек и скоплений снега с ограждением опасных участков. Однако во время обидных снегопадов вызывает нарекания своевременная механизированная уборка дворовых территорий некоторыми управляющими организациями. Аналогичная ситуация по очистке кровель от снежных наростов и сосулек. Сотрудниками отдела административно-технического контроля территориальных управления администрации города Орла проводится ежедневная проверка состояния придомовых территорий. За непринятие мер по уборке прилегающих территорий руководители организации привлекаются к административной ответственности по ст. 6.2.1 Закона Орловской области номер 490 об ответственности за административные правонарушения. За истекшую неделю сотрудниками АТК территориальных управлений по районам администрации города Орла управляющим организациям и хозяйствующим субъектам Выдано более 40 подписаний и составлено 8 протоколов. Я прошу просто по вашей линии, вместе с, касается городской власти, с АТК города, четко планы просто составить, отработка всей территории полностью. То есть у нас не должно быть каких-то выборочных. У нас планово заходить, смотреть по всем управляющим компаниям, выполнение в рамках вашей компетенции, в рамках вашей возможности, в рамках возможности АТК. Тогда идти и спокойно выявлять все нарушения. И если уже управляющие компании не хотят свою работу выполнять, тогда абсолютно спокойно предписание и потом материалы для того, чтобы штрафовать. Как и юридические лица, так и должностных лиц. Александр Сергеевич Бойко. Александр Сергеевич, вот уже неоднократно говорят, что срывы межмуниципального движения, Орловский, Мценский район. В чем проблема? Проблема вас траскать в том, что АТК. У вас 580 единиц. Но у вас 270 единиц, которые зависимы от того, что еще. Ну тогда в докладе зачем было говорить, что у нас 580 единиц всего используется. Вот у вас 270 единиц. Неоднократно сбои в двух районах. Сергей Станиславович показал карту движения потоков. Надо тогда просто распределять силы так, чтобы не было этих сбоев. Я думаю, что техника, кто новая пришла, вас по срокам оформления, когда вы ее поставите на учет? Я думаю, что мы в первом веке еще раз передадим, чтобы поставить его на учет. И будем уже набирать числа 25. Сколько у вас сейчас единиц техники в работе, которая не сломана, которая выходит каждый день? 29 единиц. Вчера сколько работало? Вчера работало 30 в день и 28 в ночь работало. А сколько людей у вас на уборке? 74 человека. По районам распределенные? Да, по районам и наши на мостах. Хватает их? Нет, не хватает. Мы даем объявления и постоянно набор у нас идет. То есть все, кто приходит, мы берем и направляем в район. Но, к сожалению, да, количества не хватает. Так а в чем проблема? Вот 79 человек. В чем проблема? У нас люди не хотят работать? Ну, я считаю, что может быть недостаточное количество у нас этих людей. Это понятно. А в чем проблема? В чем не увеличить их? Нет, мы даем объявления, даем службу занятости. Насколько вы приняли с 1 января людей дополнительно в штат для уборки улиц? С 1 января мы приняли где-то человек, наверное, 9, но в то же время 8 у нас уволились. Почему увольняются? Ну, увольняются по разным причинам, потому что, ну, и контингент людей соответствующий. То есть не все приходят на данный метровод. К сожалению, очень часто выходят на больничные люди. Поэтому пока вот константа у нас порядка 75-76 человек. Стараемся увеличить количество. То есть объявления у нас ежедневные. А где вы объявления даете? То есть вы ждете, когда люди к вам, по сути, сами придут, даете объявление в три источника? Они не придут. Это точно. Это бессмысленная работа, которая не даст результата. И меня, если честно, удивляет, что вот мы подводим итоги, мы отчитываем, что у нас 95-97 единиц техники. В итоге у нас в вашей же структуре две недели поступают деньги. Причем при момента поступления денег к нам в департамент финансов проходит ровно одни сутки, как они к вам поступают. Почему две недели они идут? Можете мне просто объяснить? Я не понимаю. Сегодня Александр Сергеевич утром на планерке спрашивал. Кто мешает? У КХ мешает, у вас не хватает возможности организовать документальный оборот. Вы ведь первые, кто заинтересован, чтобы деньги к вам пришли в кратчайшие сроки. Почему они не приходят? Почему вчера все вместе мы организуем работу по привлечению субподрядчиков? Но это ваша работа, точно не моя. Если мы понимаем, что 79 человек не хватает, а их действительно не хватает. У нас все тротуары с вами, сегодня протоптанные дорожки. У вас малая техника есть? Есть. Кроме здания администрации я ее больше нигде не видел. Вы боитесь ее дальше в город выпускать? Организуйте работу. От вашей работы зависит отношение ко всему городу. Вот именно от вашей работы. Вот давайте договоримся. Если у вас есть какая-то проблема, вы приходите лично ко мне. Это касается УКХ. Это касается людей. Мы проговаривали тогда по дорожной службе. Но в чем проблема-то организовать работу по привлечению людей? Вот здесь сидит весь социальный блок. Конкретно задачи ставьте. У вас городская администрация рядом находится. Неужели в городе нельзя найти возможности привлечь людей? У нас с одной стороны нет работы. Дайте работу. С другой стороны никто не хочет идти. Так может быть просто не там ищите? Если мы будем ждать, когда снег растает естественным путем, а мы с объявлением в трех источниках дождемся их прихода, ничего не произойдет. Если не будут убраны дороги, отвечать будет Александр Сергеевич. Пока я не очень вижу, что эта работа выполняется хорошо. Вы не знали, что в воскресенье снег будет? Меня, если честно, очень умиляет ситуация, когда в выходные никто не работает. Коммунальных служб нет выходных. У них зима пришла. Субподрядчику дает указание распустить людей, что выходные они не нужны. Ну вот я вам говорю, что вся неделя будет со снегом. Февраль будет холодный. Никого никуда не отпускать. Там нужно только увеличивать. И выходной единственный день, по сути, когда вы можете спокойно убирать городскую территорию. Такого дня больше не будет в течение рабочей недели. У нас новогодние праздники, никто не работал. Уговаривали людей выйти на работу. Ну что это за дело-таки? У вас все получают заработную плату. И за выходные в том числе. Организуйте работу так, чтобы не было даже необходимости при возникновении снегопада искать вас и говорить, что нужно вывозить снег. С вывозом снега тоже, Александр Сергеевич, организуйте работу, чтобы в ближайшие районы снег вывозили. Вывозили так, чтобы не было напряжения жителей. Мы все прекрасно понимаем, у нас нет снегоплавилок. Нужно места организовывать и туда снег вывозить. Есть необходимость предупреждать департамент имущества областной по тем объектам, которые потребуются. Но еще раз повторюсь, технику закупаем, средства даем. По прошлому году вы 70 миллионов рублей не использовали. Срок прохождения денег максимум 5 дней. Научите своих специалистов готовить документацию. УКХ, чтобы не ждало или не занималось перепиской. За 5 дней выходят. Смотрите тогда, на своем ли месте находится человек. У нас все выполняют свои прямые должностные обязанности без учета тех обстоятельств, которые есть в регионе. По дворовым территориям. Сколько можно жалоб это получать уже. Если их не убирают управляющие компании, вы будете убирать их. Организовать работу претензионно уже с управляющими компаниями, кто не выполняет. Но оставлять дворы заваленные снегом, стоят машины. Ну, здесь у половины есть частные дома. У вас тоже машины стоят. Но ничего, лопатой удается от снег убрать. У нас управляющая компания не убирает, потому что трактор не проходит между машинами. Да, ручной труд нужно использовать в том числе. Поэтому и Татьяна Васильевна, и Александр Сергеевич есть меры материального принуждения. Все получают средства, вполне достаточные от жителей, для того, чтобы платить. Поэтому привлекайте к ответственности. Уговоры уже закончились. Со всеми я лично разговаривал, Александр Сергеевич разговаривал. Кто не хочет понимать по-человечески, тогда пускай поймет рублем. Все по своим направлениям, кто имеет возможности по привлечению дополнительных рабочих рук, тогда информацию все отдайте Александру Сергеевичу или Александру Геннадьевичу для того, чтобы организовывать. Сколько людей вам нужно для того, чтобы работа была организована? Я имею в виду просто рабочих рук. 35-40 мы еще готовы принять. У вас еще, я напомню, что вы выиграли общественную территорию. И то, что сейчас на общественных территориях абсолютно не устраивает с точки зрения уборки. Мало того, что горы снега, так и тропинки. Мы целый год потратили огромные средства, почти полмиллиарда рублей на то, чтобы создать и новую общественную территорию, навести порядок на старых. Все те, которые выиграны, они должны быть в идеальном состоянии. И за это вы теперь отвечаете. И там механизированной уборки недостаточно. Давайте мы тогда договоримся. Вот у вас 79 человек есть, плюс-минус. Мне кажется, мы проговаривали еще осенью по уборке, что где-то в среднем до 130 человек – это то количество, которое необходимо. Давайте на него и ориентироваться. Александр Сергеевич, вы тоже не уходите в сторону. По линии городской администрации максимально активизироваться по привлечению и поиску людей, кто мог бы работать. И по нашим службам тоже. Тогда координацию, все это процессы. Геннадий Павлович, за вами. По областным структурам, по объявлениям, по привлечению. Каждый конкретно руководитель подразделения, кто в этом управлении может помочь, вам пускай отчитывается. Тогда справку в конце недели смотрим. По финансированию у вас проблем нет, кроме задержек? Ну, на данном этапе нет решений. Выказанное и в пятницу решили вопрос. Не затягивайте. Потребляйте две недели, это уже за гранью разумного, в столь тяжелый период получения денег. Если есть сложность, видите, что задержка. Больше пяти дней быть не должно. Пускай УКХ отработает тогда с вашими специалистами по подаче документов. Субподрядчиками то же самое. Потому что снегопад, очевидно, что своей техникой вы не справляетесь, нужно привлекать субподрядчиков. Они тоже должны получать деньги. Как только вы перестанете платить деньги, никто с вами просто работать не будет. В конце прошлого года мы с вами неоднократно рассматривали вопрос использования безвозмездных целевых средств федерального бюджета. По предварительным данным, освоено на сегодняшний день 95% от плана. Сегодня мы еще раз коснемся этого вопроса. Но прежде всего о предварительных итогах исполнения областного бюджета. Все мы прекрасно помним, каким напряженным был ушедший год. Тем не менее, работа по оздоровлению государственных финансов была проделана большая и, самое главное, с положительным результатом. Один из главных итогов. На самом деле сократился государственный долг области на 206,5 миллионов рублей. Это значит, что сократилась и нагрузка на бюджет, и в перспективе появляется больше возможностей для поддержки отраслей социальной сферы, региональной экономики. Выросли и доходы областного бюджета, в том числе налоговые доходы. Общая сумма доходов превысила 33 миллиарда 222 миллиона рублей. Расходы составили почти 32 миллиарда 900 миллионов рублей. В соответствии с приоритетами правительства области, эти средства направлены на поддержку социально-культурной сферы, в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, социальные выплаты и страховые взносы, а также на межбюджетные трансферты, муниципальным образованием, на поддержку сельского хозяйства и Дорожный фонд области. Более подробно по данному вопросу проинформирует Елена Валентина Сапожникова. Пожалуйста, Елена Валентина. По предварительным итогам исполнения областного бюджета за 2018 год доходы составили 33 миллиарда 222 миллиона рублей с приростом к 2017 году на 5 миллиардов 22 миллиона рублей или 17,8%. При этом налоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 18 миллиардов 803 миллиона рублей с приростом на 2 миллиарда 21 миллион рублей или 12% к 2017 году. Безвозмездное поступление в сумме 14 миллиардов 13 миллионов рублей с приростом более чем на 3 миллиарда или 27,6% к 2017 году. По предварительным итогам исполнения расходов областного бюджета за 2018 год составило 32 миллиарда 896 миллионов рублей. Дополнительно к уровню 2017 года расходы увеличились на 2 миллиарда 450 миллионов рублей или 8,1%. Немного подробнее о доходах. Надо отметить, что по всем налоговым доходам наблюдается рост поступлений к 2017 году. Это результат совместной сложенной работы правительства нашей области, налоговой службы, службы судебных приставов, наших муниципальных образований и других заинтересованных в этой работе структур. Значительный рост наблюдается по налогу на прибыли организации. Всего собрано 5 миллиардов 19 миллионов рублей с приростом на 874 миллиона рублей или более 21%. Надо отметить, что здесь возвраты налога на прибыль из бюджета области за 2018 год сократились к 2017 году почти в два раза. Это также результат совместной работы правительства области и налоговой службы. Поступление по налогу на доходы физических лиц составило 6 миллиарда 826 миллионов рублей с приростом на 560 миллионов рублей. И хороший рост также показало и поступление по упрощенной системе налогообложения. 1 миллиард 253 миллиона рублей с приростом на 245 миллионов рублей или более 24%. Доходы, которые поступили в Дорожный фонд, исполнены в объеме 3 миллиарда 387 миллионов рублей, также с приростом к 2017 году на 283 миллиона рублей или более 9%. Безвозмездные поступления исполнены в объеме 14 миллиардов 13 миллионов рублей с приростом к 2017 году на 3 миллиарда 32 миллиона рублей или более 27%. Основными налогами, которые формируют доходы областного бюджета, традиционно является налог на доходы физических лиц, наибольший его объем в структуре налоговых поступлений, налог на прибыль организации, акцизы на нефтепродукты, налог на имущество организации и налог по упрощенной системе налогообложения. В структуре безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы наибольшую долю составляют дотации более 55%. При исполнении расходной части областного бюджета в первоочередном порядке финансировались заработные оплаты с начислениями работников бюджетной сферы 5 млрд 912 млн рублей, с приростом к 2017 году на 705 млн рублей, публичные нормативные обязательства, социальные выплаты 5 млрд 154 млн рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 3 млрд 193 млн рублей, межбюджетные трансферты муниципальным районам, городским округам без учета Дорожного фонда и капитальных расходов 8 млрд 19 млн рублей. Расходы областного бюджета на социально-культурную сферу за 2018 год составили 21 млрд 179,5 млн рублей, или 64,4% от общего объема расходов областного бюджета, с приростом к 2017 году более чем на 1 млрд рублей, или 5,8%. Мы достаточно эффективно справились по освоению федеральных средств, и даже видим здесь, у нас где-то есть отступление от стопроцентного исполнения, но практически в 100% случаях это экономия, которая была возвращена, и она дает у нас не 100%, а 98%, 99%, 97% исполнения, но на самом деле и сама система государственных закупок и конкурсных процедур должна направлена быть на экономию, и здесь я не думаю, что это больше минус, чем плюс. Поэтому в этом направлении нужно отработать, и 2019 год в том числе. Благодарен, потому что Сергей Валерьевич шел на встречу и взаимодействовал с бизнесом, налаживал и отношения, объяснял ту работу, которая ведется налоговой службой. Сергей Валерьевич, по вашему направлению большой прирост, у нас более 2 млрд рублей. Какая по итогам года сложилась задолженность по налогам в бюджет области по сравнению с 2017 годом? По итогам работы 2018 года задолженность уменьшилась. Она в основном находится у предприятий банкротов, но и здесь данный вопрос удалось улучшить, потому что если по итогам предыдущих лет задолженность была более миллиарда, сейчас она составляет мини-миллиардов. И то это сумма, которая по большому счету невозможна уже к взысканию. То есть непосредственно, когда говорят о том, что это миллиард, который можно получить дополнительно, это неправильно, и это вот сумма, которая, ну будем так говорить, уже в бюджет не получится. Но она в принципе есть, и все равно мы ее удалось нам сократить, даже при условии, что появлялись новые предприятия, новые находились в банкротстве, но в целом на сегодняшний день работа эта велась. Поэтому задолженность в принципе уменьшилась. Также уменьшилась задолженность по имущественному налогу очень серьезно, потому что если с учетом взыскания, то у нас собираемость по налоговым доходам, по имущественному налогу в том числе, была не просто 100%, а 103%. То есть это удалось нам совместно, опять же, благодаря работе, я считаю, что финансовому блоку правительства Орловской области, нам удалось дополнительно взыскать суммы, которые были ранее не, так же самое, не взысканы. Поэтому вот благодаря этому у нас получилась вот такая вот положительная тенденция к поступлению налогов. Но, Андрей Евгеньевич, я все-таки хотел бы попросить вас, и вот тоже еще раз обратиться, потому что за весь 2018 год нам так и не удалось получить возможность контроля за предприятиями, которые выполняют муниципальные контракты. Большое количество предприятий, мы это к главе города Орлово тоже в первую очередь обращались непосредственно, что предоставляли какие-то компании, которые не имеют ни численности, не имеют ни уплаты налог в бюджет, а практически сразу же проходит уплата по контрактам, где обналиченные денежные средства, и в бюджет ничего не попадает. Вот, поэтому, вот по этому вопросу хотелось бы обратиться, в том числе и по работам, связанным с ремонтными работами, с дорожным строительством. Я уже предлагал одну, скажем так, ноу-хау, которая за весь 2018 год, при всем нашем, как бы, просьбе, оно так и не было использовано. Ну и плюс ко всему хотелось бы попросить все-таки еще раз вопрос про усилить контроль за расходованием денежных средств. Сейчас в зимний период активно деньги тратятся, но просто она просто, я просто не буду еще соглашать непосредственно, цена закупки соли, песка, но она немножко превышает допустимого, которое можно было бы купить и реально использовать. И тогда, я думаю, что можно было бы более эффективно использовать денежные средства, и более эффективно была бы работа, пройдя на улицах города Руа. Сергеевич, ну это не совсем, конечно, в вашей, наверное, компетенции находится, но вы абсолютно правы, что и по линии департамента строительства, и по линии муниципальных служб, потому что нужно организовывать взаимодействие, потому что когда мы говорим о стабильности региона, безусловно отрадно, что мы за этот год прирастили более 2 миллиардов рублей. Это кропотливая работа, но эта работа явно еще не до конца выполнена, есть еще и потенциал. У нас с вами, как мы говорили, не стоит задача выжать все возможные средства из нашего бизнеса, а именно создать условия, при которых бизнес будет понимать, что ему правильнее и легче платить налоги, нежели испытывать какие-то административные сложности в отношении, будь то с налоговой, либо любой другой контрольной надзорной структуры. И задача сейчас максимально создавать благоприятные условия для работы бизнеса и неблагоприятные условия для тех, кто не хочет в открытую работу платить налоги. Поэтому здесь, если есть сложность, давайте тогда, может быть, Сергей Ильич, проведем уже через неделю-другую совещание совместно, пригласим муниципальные службы и наши областные, для того, чтобы организовать взаимодействие по привлекаемым подрядным работам структурам. Тем более, что мы с вами за этот год прошли достаточно сложный путь, и наши все Орловские компании получили возможность сработать. Но эта работа, она хороша тем, что мы знаем, кто это работает, знаем, кто у него работает, знаем, как они работают, и средства большие. Только для средств содержания и уборки улиц города Орла это более 300 миллионов рублей. И мы надеемся, что налоги будут поступать как в областной, так и в район, в городской бюджет. Но это касается же и районов.